здравствуйте здравствуйте всем добрый день добрый вечер доброе утро смотрю что у что и у нас с вами сегодня математика так прекрасно суды по всему наслышат это замечательно давайте тогда приступать так чем мы сегодня позанимаемся во первых если вы были в прошлый раз то прошлый раз мы занимались тем что умножали друг на друга друга собственно давайте я напомню как это делать и мы порешаем сегодня задача сначала на умножение дробей собственно чтобы умножить дробь на дробь нам нужно найти произведение отдельно числитель этих дробей отдельно найти произведение знаменателя этих дробей и записать произведение числителя в числитель произведение знаменателя в знаменатель собственно ничего сложного в этом нет и если у вас есть не просто дробь а смешанное число то соответственно для того чтобы произвести с ним умножение надо сначала перевести его в неправильную дробь а потом делать по этой же схеме думаю что в общем ничего сложного всем все понятно вот принципе есть пример Если мы хотим, например, умножить 4 седьмых на 14 пятнадцатых, мы умножаем 4 на 14, 7 на 5, и причем можем сразу еще сокращать, потому что мы видим, что у нас 7 и 14, они оба делятся на 7. Соответственно, мы их сокращаем, получаем 4 умножить на 2 в числителе и 5 в знаменателе. Соответственно, 8 пятых, а 1 целая – 3 пятых. Так, давайте попробуем решить какие-нибудь задачи теперь. Итак, у нас есть металлическая деталь. Известно, что объем этой детали 3,1 датиметра кубических, и известно, что масса 1 датиметра кубического этого металла равна 7,4 килограмма. Нужно найти массу этой детали. Спасибо. ну соответственно кто посчитал пишите свой ответ в чат дальше мы посмотрим у кого какой ответ так вижу 2626 еще раз 26 и снова 26 так прекрасно пока у всех получилось 26 ну давайте на всякий случай проверим что нам надо сделать в этой задаче ну раз у нас деталь объемом 3 1 3 дециметра а мы знаем массу 1 дециметра значит на 3 целых одну треть просто умножить на 7 целых 4 5 будет нам счастье давайте умножим и наверное тоже получим 26 раз уж у всех получилось 26 значит 3 целых одну треть мы переводим в неправильную дробь для этого 3 умножаем на 3 получаем 9 прибавляем числитель и получаем 10 третьих дальше 7 целых 4 5 тоже переводим в неправильный дробь 7 умножаем на 5 35 плюс 4 39 значит получаем 39 пятых ну и соответственно можно конечно сразу умножить а потом делить а можно сразу сократить у вас 5 и 10 сокращается остается сверху 23 39 сокращается остается 13 но осталось просто 2 умножить на 13 получится 26 собственно все так и получили очень хорошо давайте дальше так следующая задача маша и вера вышли из двух сел на встречу друг другу маша шла с скоростью 3 километра в час и ее скорость была в одну целую одну вторую раза меньше скорости веры через одну целую одну треть часа девушки встретились нужно найти расстояние между селами следующий час ну вот Продолжение следует... 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 Ну, и оно уже получается 4,1 км в час. Дальше смотрите, у вас идут две девочки. Одна идет со скоростью 3 км в час, вторая идет ей навстречу со скоростью 4,1 км в час. Давайте тогда посчитаем, с какой скоростью они вообще сближаются друг с другом. Ну, только не 7,1 км в час, а 7,1 км в час. Значит, давайте посчитаем, действительно, с какой скоростью идут вместе Маша и Вера навстречу друг другу. Если у вас два человека идут навстречу друг другу, вот один человек идет, вот второй человек идет, то сближаются они с такой же скоростью, какая будет сумма их скоростей. Соответственно, сближаться Маша и Вера будут с какой скоростью? Ну, 3 км в час плюс 4,1 км в час. Итого получится 7,1 км в час – это та скорость, с которой они сближаются. Ну, а теперь, что нам осталось делать? Ну, раз известно, что через 1,1 часа они встретились, значит, всего они прошли 1,1 часа. А прошли ли они ее со скоростью 7,1 км в час суммарно. Значит, нам надо теперь взять 1,1 часа, умножить на 7,1 км в час, и мы получим тогда все-таки расстояние итоговое. Давайте попробуем это умножить. Так, вижу 10 км. 10 км. Давайте умножим. Действительно, нам надо 1,1, мы умножаем на 7,1. И что мы получаем? 4 третьих надо умножить, соответственно, на 15 вторых. 2 и 4 сокращаются, остается 2. 3 и 15 сокращаются, остается 5. Значит, у нас осталось 2 умножить на 5. Ну, соответственно, 10. Действительно, получается, что итоговое расстояние будет 10 км. Значит, смотрите. Если вы не понимаете, как все работает, когда люди идут навстречу друг другу, почему надо складывать скорости, можно, в принципе, было скорости не складывать, а посчитать отдельно. То есть вот у меня, допустим, шла Маша, вот у меня шла Вера. Соответственно, в какой-то момент они встретятся. Ну, где-то. Ой. Значит, я могла отдельно посчитать, сколько к этому моменту пройдет Вера, отдельно посчитать, сколько пройдет Маша, и потом уже сложить расстояние. Но, соответственно, если мы знаем, что скорость Маши 3 км в час, то мы умножаем ее 3 км в час скорость на время, то есть 1,1 часа, получили бы, сколько прошла Маша. Ну, в частности, это было бы 4 км. А потом посчитали бы, сколько прошла отдельная Вера. Со скоростью своей 4,1,2, тоже ее бы умножили на 1,1,3, мы получили, видимо, 6. Соответственно, потом сложили бы это и получили те же самые 10 км. То есть в таких задачах можно действовать двумя способами. Можно либо сложить сначала скорости, а потом их умножать на время, либо посчитать отдельно, сколько прошел каждый участник, и потом, естественно, сложить расстояние. Тогда получится суммарное расстояние. Главное по дороге нигде не запутаться и не обсчитаться. То, как-то у нас не очень пока сложилось. Давайте еще попробуем что-нибудь сделать. Давайте будем заливать каток. У нас во дворе есть каток, и его заливали с помощью двух шлангов. Через первый шланг за один час поступало 2,4 метра кубических воды, а через второй шланг 2,1 метра кубических. Первым шлангом каток заливали 1,1 часа, а вторым шлангом в 1,1 шестую раза дольше. Спрашивается, сколько в итоге воды израсходовано заливку катка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Я все еще зависла, или вы меня слышите? Так, отлично. Я появилась, и вы меня слышите, да? Замечательно, прекрасно. Так, отлично. Собственно, да. Вот у нас задачка про катки. Значит, мы посчитаем время, которое у нас будет работать второй шланг, потом посчитаем, сколько воды вылилось через первый шланг, сколько воды вылилось через второй, сложим и получим итоговый ответ. Так, ну, давайте, наверное, начнем с того, что посчитаем, сколько времени у нас работал второй шланг. Так, ну, давайте, наверное, начнем с того, Так, одну целую, три четвертых второй шланг, вижу. Ну, делить тут как раз вряд ли, надо, тут надо скорее умножать. Потому что у вас дано время, которое работал шланг, и дано, сколько за один час он пропускает. Значит, очевидно, надо умножать все-таки, а не делить. Так, одна три четвертых второй шланг. Ну, давайте проверим. Вроде да. Значит, у нас одна целая, одна вторая – это работа первый шланг. Ну, и, кстати, да, делить через Е пишется. Соответственно, второй в одну целую, одну шестую раз дольше. Значит, мы это умножаем на одну целую, одну шестую. Получается, у нас три вторых умножается на семь шестых. Так, можно сразу сократить шесть и три. И остается семь четвертых. Ну, да, оно же одно целое три четвертых. Это мы посчитали что? Это мы посчитали, сколько часов у нас работал второй шланг. Он работал одно целое три четвертых часа. Второй шланг. Так, прекрасно. Давайте теперь посчитаем, сколько воды вылилось, допустим, сначала через первый шланг. Значит, мы знаем, что он работал одну целую, одну вторую часа. А за один час через него проливалось 2,4 воды. Ну, соответственно, нам надо просто, получается, умножить, да, 2,4 пятых на одну целую, одну вторую. Это мы ровно и получим, сколько воды вылилось через первый шланг. Так, скажу. так вижу четыре целых одну пятую вижу еще четыре целых одну пятую так но если два человека посчитали давайте мы тоже вот уже три человека посчитали давайте я тоже посчитаю так я значит две целых четыре пятых умножаю на одну целую одну вторую переводим все в неправильный дробь получаем 14 пятых умножить на три вторых так можно сразу сократить получаем двадцать одну пятую ну если выделить целую часть то действительно больше 4,1 так значит 4,1 метра кубических воды у нас вылилось из первого шланга отлично давайте теперь считать сколько воды вылилось из второго шланга ну естественно понятно что надо делать надо умножать две целых одну пятую на время которое работал второй шланг который мы уже посчитали на одну целую три четвертых так Итак, 3,172, 3,720, 3,1720, 3,1720. Ну, значит, у нас либо 3,1720, либо 3,720. Давайте посчитаем. Мне тоже кажется, что 17 больше похоже, если честно. Значит, 2,15 я умножаю на 1,34. Значит, у нас идет 11,5 на 7,4. Ну, да, это 77,20, соответственно, 3,1720. Так, это мы посчитали второй шланг. И теперь, чтобы вычислить итоговый ответ, нам нужно сложить, естественно, сколько воды вылилось через первый шланг и сколько воды вылилось через второй шланг. И мы получим, сколько, собственно, в итоге воды израсходовали. Ну, давайте сложим. Что нам надо? 4,15. И, соответственно, 3,1720. Давайте сложим, найдем ответы от обуви. Так, 8,120, 8,120, 8,120. Ну, давайте я тоже посчитаю. Так, 4 плюс 3 – это 7. Дальше мне надо сложить 1,5, то есть 17,20. 1,5 – это у меня 4,20. И плюс 17,20. Ну, да. 4,20 плюс 17,20 – это 21,20. То есть 1,1,20. И плюс 7 получается 8,1,20. Итого, значит, мы получили ответ, что 8,1,20 метров кубических воды в итоге израсходовали на заливку катка. Так, ну, хорошо. Пока вроде порешали, наверное, все понятно. Давайте немножко отвлечемся от наших дробей и порешаем задачки по комбинаторике. Соответственно, будем считать всякие варианты, способы и все тому подобное. Давайте, например, сейчас попробуем решить такую задачу. Сколько нечетных четырехзначных чисел можно составить из цифр 0, 1, 2, 3 и 4? Вот. ох ох какие странные числа попробуйте подумать как это можно посчитать вообще логически вряд ли 21 число то как-то очень странно было бы до четырехзначных соответственно у вас есть четыре места на которые вы можете поставить какую-нибудь цифру дальше надо посчитать сколько таких нечетных четырехзначных чисел сможете составить поверьте мне перечислять их не очень осмысленно их довольно много поэтому если вы начнете их все перечислять будет будете долго очень заниматься попробуйте логику какой-нибудь придумать как это можно посчитать так понятно давайте ладно давайте эту задачу вот так здравая мысль число должно заканчиваться на 3 или на 1 значит на последнем месте у нас стоит либо 3 либо 1 уже неплохо так замечательно смотрите вот все заканчивается понятно на 3 или на 1 чтобы она была нечетно давайте подумаем а вот на вот этом месте на третьем какие могут стоять цифры вот 0 1 2 3 4 действительно смотрите на этом месте может стать любой из этих цифр потому что ну какая разница нам скажет что нечетные вот за счет того что на конце 3 или 1 она уже будет нечетно значит здесь у нас стоит 0 1 2 3 или 4 божественно теперь смотрим на вторую позицию но понятно что здесь точно так же как и на третьем может стоять тоже любая цифра 0 1 2 3 4 почти на всех кроме последний да вот правильно пишет илья потому что на первую все-таки 0 не может стоять что у нас первая цифра не может быть в числе нулем значит на первом месте 1 2 3 4 ну а с нуля да не может начинаться число потому что она не будет тогда 4 значит если там первая цифра 0 будет ну давайте посчитаем количество вариантов получается что для первой цифры у нас четыре варианта для второй цифры у нас пять вариантов для третьей цифры у нас пять вариантов и для четвертой цифры у нас два варианта давайте подумаем сколько же всего тогда будет вариантов что надо сделать с этими числами 4 5 5 и 2 чтобы получить итоговое количество вариантов да все таки не сложить а умножить потому что у вас каждому возможному выбору допустим первая цифра соответствует все возможные варианты цифр дальше поэтому мы их перемножаем ну смотрите легко понять что умножить а не сложить да на примере допустим двух последних цифр вот если бы у вас было только две цифры вы знаете что на последнем месте может взять либо 3 либо 1 а соответственно здесь любое число 1 2 3 4 ну сколько у нас будет таких чисел ну начинающихся с единицы будет два числа начинающихся с двойки два числа начинающихся с тройки два числа из четверки тоже два числа поэтому 4 умножаем на 2 то же самое происходит когда у нас чисел больше становится то есть у нас в нашей вот раскладке числа которые начинаются с единицы будет столько же сколько с двойки столько же сколько с тройки столько же сколько с четверки ну а на самом деле вот ровно столько с каждой из этих цифр будет начинаться поэтому это все перемножаем и получаем итоговый ответ число 200 ну и вообще в принципе в подобных задачах когда вам надо посчитать какое-то количество чисел которые могут быть составлены там бывает разная вариация бывает составлена из различных цифр например бывает нечетное число бывает там так чтобы цифры не стояли рядом что-то такое всегда в таких задачах надо перемножать количество вариантов которые получатся так ну и вот у нас тут тоже написано решение ну в принципе мы его уже рассказали что на первом месте четыре варианта на втором третьем любая из пяти на последнем два и соответственно умножаем получаем 200 так если это более-менее понятно давайте попробуем еще разучка давайте посчитаем теперь сколько четных четырех значных чисел можно составить из цифр 0 2 3 4 5 а а только ли 4 и 2 могут стоять в конце если у вас четное число а цифры ну а 0 2 3 4 5 да 4 2 и 0 могут стоять в конце это правда значит вот у вас четырех значное число то на последнем месте стоит либо 0 либо 2 либо 4 чтобы на четное получилось а соответственно на первом месте стоят могут стоять все кроме нуля значит 2 либо 3 либо 4 либо 5 а на остальных местах стоит все что угодно значит на этом месте у нас пять вариантов на этом месте у нас пять вариантов на первом месте 4 варианта а на последнем 3 ну и аналогично с предыдущей задачи мы все это перемножаем и получаем действительно все таки 300 да можно сделать ровно 300 числа значит в чем отличие от предыдущей задачи там были нечетные и там на последнем месте только две цифры могу стоять здесь четные здесь на последнем месте три цифры может стоять ну в целом хочется верить что более менее понятно давайте тогда попробуем такую задачу решить сколько можно всего составить трехзначных чисел из четных цифр соответственно четных цифр это у нас 0 2 4 6 и 8 то есть в общем то есть и 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 Так, есть 100, есть 1000, но 1000 вряд ли. В принципе, двухзначных чисел меньше, чем 1000. Так, 115. Что ж на что вы там множили? Ну, исключаемся и нечетно перенажаем. Ну, смотрите, что у нас опять три места. Давайте по той же логике. Сколько цифр мы можем поставить на самое первое место сначала? Ну, это у нас 2, 4, 6 и 8. Потому что 0 на первое место ставить нельзя. Значит, 4 варианта. Дальше мы ничем не ограничены, дальше мы можем любую поставить. Цифры четные, главное. Значит, на следующем месте 5 вариантов, на следующем тоже 5 вариантов. Ну, перемножаем это все и получаем действительно 100 в итоге. Значит, не забывайте, что у вас на первом месте все-таки 0-то стоять не может, да, поэтому 125 неправильно, потому что мы 0 не можем на первом месте поставить. Так, окей. Такая задача. В среду в шестом классе 5 уроков по разным предметам. По русскому языку, истории, математике, географии, физкультуре. Сколько вариантов расписания на среду можно составить для этого класса? Ну, естественно, у вас за этот день должны быть все 5 вот этих уроков. То есть не может быть 5 раз русский язык. Так, окей. Ну, и не зря эта задача идет после предыдущих. В общем-то. Ну, давайте я сразу скажу, что 25 – это неправильно. И, к сожалению, 5 умножить на 5 умножить на 5 умножить на 5 умножить на 5 тоже неправильно. Смотрите, вот 5 умножить на 5 умножить на 5 умножить на 5 умножить на 5. Было бы ничего, если бы у нас могло быть, например, в день все уроки – это русский язык. Или там все уроки – это география. Или там 3 урока географии, 2 урока математики. А 2 одинаковых не может быть, да. У нас в день должны быть все именно вот эти 5 уроков. Ну, и 5 по второй степени – это тоже неправильно. Там все-таки не так получается. Ну, давайте совместно подумаем. Значит, у вас вот есть расписание. Давайте мы составим расписание. Значит, как у нас выглядит расписание. У нас есть 5 уроков в день. И вот нам надо с вами расставить, какой будет первым, какой вторым, какой третьим, какой четвертый, какой пятый. Давайте попробуем по аналогии с нашими числами подумать, сколько у нас есть вариантов поставить куда-то какой-то предмет. Вот, допустим, давайте мы сначала будем выбирать предмет, который у нас пойдет первым в расписании, с самого утра. Соответственно, сколько у нас есть способов выбрать сюда, какой предмет нам поставить. Ну, наверное, 5, правда же? Мы можем поставить либо русский, либо историю, либо математику, либо географию, либо физкультуру. Соответственно, для первого предмета у нас есть ровно 5 способов. Любой из этих предметов выбираем, вот поставим. Вот, да, отлично. Дальше мы действительно смотрим на второй предмет. Нет, чтобы посчитать, сколько у нас способов есть для второго предмета, мы понимаем, что тот предмет, который мы уже поставили первым, мы на второе место не сможем поставить. То есть, если у нас первый, допустим, русский, второй русский тоже не может быть. Значит, у нас осталось 4 способа. Дальше для третьего у нас осталось уже 3 способа, потому что мы не можем ставить тот же самый, который первый и второй. Ну и так далее. Соответственно, для следующего 2 способа, для следующего 1. Перемножаем это все по правилу, да, и действительно получаем 120. Ура-ура. Значит, смотрите, чем эта задача отличается от предыдущей? В принципе, по большому счету, ничем. То есть можно было бы то же самое сформулировать со словами, что давайте мы будем составлять пятизначные числа, например, из цифр 1, 2, 3, 4, 5, но только каждую цифру можно использовать один раз. Собственно, мы получили бы ровно тот же самый ответ. То есть в целом задачи подобного рода, они решаются примерно одинаково. У вас есть какие-то места, и вы по этим местам распределяете количество вариантов того, что может на этих местах стоять. Ну, потом вы, когда написали количество вариантов, вы их перемножаете и получаете ответ от обуви. Ну, а глобально это может быть сформулировано как угодно. Как расстановка предметов, покупка пирожных, я не знаю, выбор фруктов, расстановка чисел и как хотите. Ну, дальше просто схема решения все равно такая же будет. Так, давайте мы сейчас вот это немножко пропустим, про это лучше поговорим в следующий раз. И вернемся пока быстренько к нашим дробям. Давайте поговорим про нахождение дроби от числа, и если успеем, немножко еще задачки на это порешаем. Итак, рассмотрим пример. У нас есть путешественник. Этот путешественник прошел за два дня 20 километров. Известно, что в первый день он прошел три четверти этого расстояния. Спрашивается, сколько километров он прошел в первый день. Ну, давайте посчитаем. Значит, мы понимаем, что длина одной четверти пути – это 5 километров, ну, то, что это 20 делить на 4. Соответственно, длина три четверти пути – это будет в три раза больше, чем одна четверть пути. Значит, будет 5 умножить на 3, то есть 15. Но можем заметить, что то же самое мы получим, если мы 20 умножим на 3 четверти. Потому что 20 умножить на 3 четверти – это 20 умножить на 3 делить на 4. Соответственно, 5 умножить на 3 – 15. Отсюда мы делаем следующий вывод. А, нет, пока не делаем. Пока рассматриваем второй пример, потом сделаем следующий вывод. Второй пример. У нас есть огород. Этот огород занимает 4 пятых всего земельного участка. А картофель занимает 2 трети из огорода. Спрашивается, какую часть всего земельного участка занимает картофель. Ну, давайте мы нарисуем наш весь земельный участок в виде прямоугольничка АБЦД. Дальше, соответственно, сначала мы закрасим там, где у нас есть огород. Вот это у нас огород. Для этого мы поделили наш участок на 5 вертикальных полос одинаковых и взяли из них 4. И теперь из огорода мы, соответственно, выбираем 2 трети, нам нужно по условию. Это где у нас будет картофель. Поэтому вот у нас огород, вот в этом прямоугольнике. И из него мы берем 2 трети. Для этого мы вертикально его делим на 3 тоже одинаковых полоски. И, соответственно, выбираем 2 из них. Вот, значит, вот здесь у нас, получается, живет, собственно, картофель. Ну, и несложно заметить, что всего у нас весь прямоугольник разбился на 15 одинаковых квадратиков. А, собственно, картофель, который мы считаем, он занимает 8 квадратиков из этих 15. Ну, и несложно убедиться, что, собственно, тот же самый ответ мы получим, если умножим просто 4 пятых на 2 третих. Действительно, 4 пятых умножить на 2 третих, это мы 4 умножаем на 2, 5 на 3, получаем 8 пятнадцатых. Что иллюстрируют эти все примеры? Ну, смотрите, в первой задаче мы находили по факту 3 четверти от числа 20. Во второй задаче мы по факту должны были найти 2 третих от числа 4 пятых. Соответственно, в таких задачах что мы делаем? Мы находим дробь от какого-то числа. Это может быть целое число или, может быть, сама дробь от... То есть иногда мы будем находить дробь от дроби. Собственно, решаются такие задачи всегда с помощью умножения. То есть чтобы нам найти дробь от числа, нужно умножить число на эту дробь. Все довольно просто. То есть если вам надо найти 2 третих от любого числа, неважно, дробного, целого, вы берете это число, умножаете на 2 третих, получается ответ. Такие задачи могут быть сформулированы не только с обыкновенными дробями, но там могут фигурировать, естественно, и десятичные дроби, и могут быть проценты. Давайте посмотрим, собственно, что делать в каждом из этих случаев. Допустим, у нас путешественник прошел за 2 дня 20 километров. В первый день он прошел 0,6 всего пути. Спрашивается, сколько километров он прошел в первый день. Ну, что мы можем сделать? Мы можем решать на самом деле двумя способами. Мы можем взять 0,6, перевести в обыкновенную дробь и получить, соответственно, 0,6. Ну, вообще-то можно было сразу сократить, но ладно. Значит, дальше мы умножаем 20 на 0,6, можно сразу 20 и 10 сократить, получаем 2 умножить на 6, 9 на 1, то есть 12. Соответственно, в первый день, значит, у нас путешественник прошел 12 километров. На самом деле мы могли ничего не переводить в обыкновенную дробь, а просто сразу умножить 20 на 0,6. Ну, действительно логично, да, что если бы 0,6 умножается на 20, можно просто сразу было запятую перенести. Ну, соответственно, это то же самое, что 6 умножить на 2, те же самые 12. Значит, если у вас десятичный дробь, правило то же самое. Просто на нее умножаете и находите, соответственно, эту часть от числа. И четвертый пример – это что делать, если у нас проценты в задаче. Допустим, вот такой пример. Огород занимает 8 гектаров, картофелям занято 45% в площади этого огорода, сколько гектаров занято картофель. Опять же, у нас есть два варианта на самом деле. Значит, во-первых, можно представить 45% как 0,4 в 45 сот. Соответственно, когда вы переводите проценты в дробь, вам на самом деле надо взять количество процентов, в данном случае 45, и поделить на 100. Тогда у вас получится именно дробь, на которую надо умножать. Ну, если мы хотим перевести это в десятичную дробь, то мы просто двигаем запятую. Раз делим на 100, значит, двигаем на 2 запятую, значит, получаем 0,45. Ну, соответственно, затем на эти 0,45 умножаем. Соответственно, дальше что мы делаем? Дальше мы берем наше значение, то есть 8, и умножаем на эти 0,45. Ну, если мы это честно умножим, то получим 3,6. Значит, соответственно, картошка занята 3,6 гектар. Можно сделать то же самое, но в обыкновенных дробях. Значит, можно взять 45 наших процентов, и все равно надо делить на 100, но мы можем пристать к обыкновенной дроби, 0,45, которую, кстати, можно сразу сократить на 5, например, получится 9,20. Ну, и затем уже то же самое сделать. Надо взять наше значение, то есть 8, и умножить его на полученную дробь. Ну, вот у меня 9,20 получилось, что если я умножаю, я могу сразу опять сократить на 4, снизу остается 5, сверху 2, ну, и получится у меня 18,5. Ну, или 3,3,5. Нетрудно заметить, что 3,3,5 – это и есть 3,6. То есть, ответ, естественно, получается точно такой же. Итак, значит, для того, чтобы найти значение дроби от числа, нам нужно взять это число и умножить на это дробь. Неважно, это может быть дробь обыкновенная, может быть дробь десятичная. Также это может быть задача в процентах. Если задача в процентах, то мы сначала количество процентов делим на 100, а потом умножаем, соответственно, на получившуюся дробь. Можно на десятичную, можно на обыкновенную, как нам удобнее. Ну, обычно на обыкновенную, на удобную. Давайте попробуем решить задачу. В книге 140 страниц. Алеша прочитал 0,8 этой книги. Сколько страниц прочитал Алеша? Казалось бы. В книге 140 страниц. 112, вижу 112, вижу 130. Так, ну давайте посчитаем. Значит, что нам надо сделать? Нам, естественно, надо 140 умножить на 0,8. Что умножить 140 на 0,8, это то же самое, что умножить 14 на 8. Правда же? Потому что мы можем нолик и запятую убрать. Ну, умножаем, соответственно, 14 на 8. Бодро и весело. Получаем 2, 3 в уме. Ну, все-таки 112, да. Так, ну давайте еще один пример быстренько решим и закончим. Ой, нет, не быстренько мы его решим. Ладно. Давайте тогда в следующий раз начнем со следующего примера. Действительно, уже занятие закончилось. А следующий мы быстренько не решим. Действительно, да. Правильно, кстати, пишет Алина. Можно 140 поделить сначала на 10, потом умножить на 8. По факту мы, в общем-то, это и делаем, когда запятую переносим. Так, хорошо. Соответственно, сегодня что мы поделали? Мы с вами порешали задачу на умножение дробей. Мы с вами посмотрели теорию про то, как находится дробь от числа. В трех случаях, если это десятичная дробь, обыкновенная дробь или если это проценты. И немножко порешали задачки по комбинаторике. Тогда на сегодня это все. Спасибо вам за занятие и до свидания. Продолжение следует...